Добрый день дорогие друзья, меня зовут Евгений Алимов, продолжаю серию роликов коротко о главном. Хочется затронуть такой вопрос, как подбор муштука трубачу. Какой параметр муштука на что при игре влияет? Стоит сразу отметить, что амбушюр у каждого исполнителя разный, и подбор дело исключительно индивидуальное. Зная какие-то определенные законы, стоит внимательно прислушиваться к своим ощущениям. Итак, попробую немного раскрыть эту тему на примере муштуков фирмы Шилки, на которых я долгие годы уже играю. Первый параметр это размер, или внутренний диаметр чашки муштука. Выбор размера дело, конечно, исключительно индивидуальное, так как размер напрямую влияет на удобство при формировании губного аппарата. Также диаметр чашки влияет на объем звучания инструмента. Сейчас все больше и больше набирает популярность у трубачей выбор муштука с практически максимальными размерами диаметра чашки. Не стоит вестись, так скажем, на веяние моды, а выбирать размер исключительно опираясь на личные ощущения. В муштуках фирмы Шилки размер или внутренний диаметр чашки обозначаются цифрами от 5 до 24. Пятерка это самый маленький, а 24 это самый большой. Возможно, я могу ошибаться, и размер есть еще и больше, но не суть. Палитра выбора огромна. Второй параметр глубина чашки. Влияет на удобство при игре в верхнем и нижнем регистре. А также вы можете почувствовать разницу в наполненности звука обертонами. Муштуки с мелкими чашками придают больше уверенности в верхнем регистре. Может добавить выдержки. Обеспечивают больше яркости звука. Но ограничивают плотность и насыщенность тембровыми красками звучания трубы в нижнем регистре. Напротив, муштуки со стандартными показателями глубины чашки или глубже придают звуку больший объем и помогают при необходимости усилить нижний регистр. Но также может привести к более тусклому звучанию верхних нот при недостаточной натренированности амбушюра. По классификации фирмы Шилки глубина обозначается большой латинской буквой. А. Самая мелкая глубина чашки. Б. Средне-мелкая. С. Стандартная или средняя. Д. Средне-глубокая. И Е. Самая глубокая. Пять параметров. Третий параметр – это контуры полей муштука. Фирма Шилки предоставляет на выбор пять вариантов и обозначается цифрами от одного до пяти. Где единица – это самый округлый контур, а пять – самый плоский. Контуры полей влияют на скольжение или легата. Также на выдержку. И, конечно, что очень важно, удобство при игре. Какие мы можем сделать выводы? А круглый контур полей придает губам наибольшую гибкость. Это плюс. Но есть другая сторона медали. Может значительно пострадать выдержка. Тогда как более плоские поля дают ощущение более удобного или, так скажем, стабильного положения муштука на губах. Но страдает гибкость губ. В этом пункте я подумал, что сразу стоит отметить такое понятие, как ширина полей и внутренняя кромка. Муштуки с широкими полями прибавляют исполнителю больше выдержки амбушюра, но снижают гибкость. Особенно при быстрых переходах между регистрами. Тогда как узкие поля муштука, наоборот, улучшают гибкость губ и владение крайними регистрами. Но, опять же, может пострадать выдержка. На начальном этапе обучения было бы целесообразно выбрать муштук со средними показателями ширины и контура полей. А уже в процессе занятий, когда трубач сможет более детально проанализировать свои ощущения, стоит найти удобнее для себя поля, чтобы соблюсти баланс гибкости губ и выдержки. И, конечно, финальный показатель, связанный с полями, это внутренняя кромка. Различаются остротой. Мягкая, полуострая и острая. Внутренняя кромка полей влияет на стабильность положения муштука на губах и четкость попадания на ноты в различных регистрах. Если ваш выбор пал на острую кромку, важно заледить за тем, чтобы муштук не врезался в губы, что может привести к травмам или рубцам. Губы должны свободно сокращаться и расслабляться. Стоит обратить внимание на муштук, который имеет острую внутреннюю кромку, расположенную достаточно низко, чтобы она не врезалась в губы, но точно фиксировала их. Если нижняя челюсть исполнителя несколько выдвинута вперед, и нижние зубы находятся на одной линии с верхними зубами, муштук с острой внутренней кромкой никогда не будет врезаться в губы. Если муштук начинает врезаться зачастую в верхнюю губу, то это значит, что исполнитель слишком низко держит инструмент по отношению к губам. Так сказать, нарушен правильный угол трубы по отношению к площадке, которую формируют зубы. И, наконец, четвертый показатель муштука классификации фирмы Шилки. Маленькая латинская буква означает характеристики канала ножки муштука. Различные характеристики канала ножки влияют на плотность и яркость звучания инструмента, на тембровые краски, и, что очень важно, стройность звукоряда во всех регистрах. Также стоит включить сюда характеристики входа в канал ножки. Влияет на яркость и наполненность звучания. Также заметен значительный расход воздуха при более большом диаметре входа в канал. Фирма БАХ изготавливает муштуки с различным диаметром входа в канал ножки. В простонародье они называются расточенные. К сожалению, муштуки фирмы Шилки в штатных своих конфигурациях по этим показателям никак не классифицируются. Также ряд фирм выпускают муштуки с утяжеленными наружными стенками чашки. Считается, что звук приобретает больше объема и мощности. Пример муштуки Мегатон фирмы БАХ. Фирма Манне. А фирма Денис Вик выпустила специальную насадку. Утяжелитель. Который надевается на практически любой муштук стандартной конфигурации. При выборе муштука в магазине не стоит покупать самый красивый или самый дорогой. Важно понять, что тебе подходит, а что нет. На каком удобно, а на каком не очень. И как практика показывает, цена здесь не имеет никакого значения. В моей исполнительской практике смена муштука происходила крайне редко. По моему мнению, если у вас какие-то сложности, не стоит всей неудачи сваливать на муштуку. И абсолютно бездумно менять его. Может стоит сначала обратиться к себе. Задать вопросы. Возможно, наши ежедневные занятия недостаточно эффективны. Но, сразу хочу отметить тот факт, что есть какие-то закономерности, которые исполнители выявили в процессе игры на различных муштуках. Но, индивидуальность и личные ощущения никто не отменял. Это очень важно. Спасибо за внимание. С вами был Евгений Алимов, солист Оркестра Государственной Академической Симфонической Капеллы России под управлением Валерия Полянская. И педагог по трубе Академии Джаза. Если кому-то это видео оказалось полезным, буду очень рад. Счастливо. Субтитры создавал DimaTorzok Субтитры создавал DimaTorzok